Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. Номер 1122. Событие дня. Псалом 34.9. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут, Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Господи, востали на мне свидетели неправильные, чего я не знаю, о том допрашивают меня, воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. За 11 января 2019 года. И объявление. Умерла Анастасия, тут одна дети остались, желают помочь. Вот ролики. Димитрий, кто не смотрел прояснение к ролику, украденному своего видеоканала хулителями? Это я поставил ролик, такой давнешний уже. Игнать Тихонович раскладывает, как дважды два, все, что нападает, когда, ну, я рекой показываю, что ни слова нету правды. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович, отец Андрей Кураев, как мне видится, высказался очень точно в свежем интервью. Все эти игры престолов, все эти странные просмотры, где престарелые патриархи меряются самыми ненужными своими органами. Это стыдно и смешно. И по большому счету для Украины это неважно, какая там автокефалия, кого поминают, в каких молитвах. На дворе 21 век. Жизнь человека, качество его жизни, качество его самосознания, в конце концов, определяется несколько другими вещами. И поэтому это очень печально, то вселенское, в данном случае всемирное православие в 21 веке, являет себя, честно говоря, убого, в плохом смысле этого слова, крайне убого. То есть сначала этот скандальный собор на Крите в 2016 году, скандально не тем, что патриарх Кирилл на него не поехал, а тем, что там нечего было обсуждать. 1200 лет не собирался вселенский собор. Понимаете, какие огромные перемены за эти века произошли. Стало другим самосознание людей, наше самоощущение. Стало другой социальная ткань общества, принципы наших коммуникаций, социальных связей, проблемы естествознания, проблемы гуманитарной науки. Много сюрпризов библейская археология научная подбросила нам. Огромное количество серьезных вопросов. То есть, честное слово, если же есть что обсудить, о чем подумать? Если вы, владыки, всерьез верите в то, что на ваше собрание придут не только официанты, которые кофе будут вам подавать, но еще и дух явится по вашей просьбе и будет вас вразумлять, так, чтобы в итоге вы отчеканите форму, тогда дерзайте. И вот перечисляют, что принципы наших коммуникаций, да какое отношение так к спасению-то имеет? Вот что, Андрей, перечнись, а то все выкинуть, как мекину какую-то. А одно осталось целое – рождение свыше, водительство Духом Святым. Непрерывное благовестие. Без благовестия нет исполнения заповедей. Господь не говорил о смирении, как сегодня монахи тушатся все, с собой работать, прилоги, середину. Он говорит, сидите и ждите обещанного Духа. Через 10 дней получили. Идите по всему миру и пропадайте Евангелие. Идите. О благовестии надо было спрашивать перед крещением, занимался ли. О благовестии обязательно спрашивать на каждой исповеди. И не допускать до исповеди, до причастия, кто не исповедует Христа, кто не несет эту радость миру. Господи, что Христос умер за нас, что мы искуплены Его голговской страдаческой жертвой. Ставьте самые сложные, проклятые вопросы и требуйте. Господи, помоги нам, дай нам ответ. Вот мы здесь все, что называется Твои избранные. Мы здесь, в этом зале. Господи, мы не выйдем отсюда, откажемся от обеда и ужина, пока Ты нам не откроешь свою волю. Как нам найти нужные слова, ответы на эти вопросы? Во-первых, вопросов тех не надо ставить. Второе. Быть верным Господу. Постом и молитвой загладим свой грех. Вместо этого они обсуждают вопрос, в каком порядке сядем. Вопросы диптиха. Но это уже само по себе было позорище. То есть православной церкви нечего сказать. И кроме того, тогда уже было показано, чтобы по большому счету у нее нет еще и уст, которыми она могла бы делать авторитетного органа, который мог бы сказать, да, мы от имени всех православных нечего глаголим. А они за мной гоняются, как за блохой. За икону спрятался монах и кричит, тыщет пальцем. Мы не можем заняться нечем. Рождественские чтения. Там Дудин, кто подсовывает им материал. Какая-то Анна Владимировна посвящает мне целый час. Другой Масленников. Он нужен вам, Масленников-то? Он один-то делает больше вас всех. Сергей Михайлович. А вот и вопросы по этому же интервью к вам, Игнатий Тихонович. А одна только проблемка. Придавать анафему можно только своего. Епифаний настолько молод, что вообще непонятно, имел ли когда-то какое-то отношение к московской патриархии. Я не понял, о каком Епифании речь идет. Кто-то под этим именем. А может, его даже и крестили в другой структуре? С тем же успехом можно придать анафеме какого-нибудь американского баптиста, который ни сном, ни духом о московском православии не слыхал. Мне только Епифания непонятно. Остальное любого подставляем вместо его. Может быть, как Х, Игрек. Действительно ли, что канонически анафеме можно придать только своего? Еще вопрос. Посчитайте. Вопрос, мимо которого проехало наше церковное сознание. За что мы канонизируем новомущеников 20 века? Кавычки-то открыты. Это, видимо, Андрей Кураев. Ведь формально никто из них не был осужден и казнен за веру в Бога. А это постоянно подчеркивала советская пропаганда. Ну и что, что они не указали? Они не укажут. У нас статьи-то не было. От 190 прим. 70-я статья. А 141-я, она говорила, опять же, не за веру во Христа, что они в том месте собрались. Без регистрации. А за веру они говорят, мы вас не судим. А что они будут судить-то? Во-первых, веры никакой в людях нету. Ну, а во-вторых, зачем? Они по другим соусам подают. Ты даже не узнаешь, что именно за веру. Зачем нам-то это знать? Там знали, когда казнят христиан. Христиане их почитают. Бощи там, видимо, уже были. И тогда язычники приняли решение. Не казнить открыто. А ходить где-то в лесу. Голову там в разное место отрубать, расчленять, разбрасывать. И все на этом. И никакого почтения не будет. Ну, как фашистские главарей. Сжечь и пепел развеять. Вот теперь пускай поклоняются. А у них там на нацизм новый, там вовсю гуляет везде. Скинхеды эти. Скинхеды. Мы это пропустили мимо ушей. Но вот сейчас и к архивам обратились отчасти. К слову, эти архивы опять закрыты. Вопрос действительно очень серьезный. Где была та самая линия? Дедлайн. Буквально в этом смысле слова, через которую нельзя было переступить. А даешь кесарево кесарево. Да не надо об этом думать, надо идти и проповедовать. Вот такие вопросы нарочнейшие ставят-то. Ну, рожденный свыше человек такие вопросы и не ставит никогда. Меня Бог призвал, я иду и проповедую кесарево, не кесарево. Кесарево запрещают. А кого нам больше слушать? Это уже сказали апостолы. Бога или человеков-то? Нам зачем это все? А вот сидеть тут, степени теперь разные. Да зачем же это нужно? Иди и проповедуй. Пока ты это писал, там уже сколько людей умерло. В основном обвиняли в том, что агитировали против колхозов. Но тоже агитация – это какой-то застольный разговор, что, мол, ничего хорошего у большевиков из этого не выйдет. Будем жить в голоде. Это считалось агитацией. И за это давались сроки. И даже расстрельные статьи. Это надо поискать отдельно и серьезно, чтобы действительно человека арестовали за простой прямой рассказ о Христе. Мол, отречешься от Христа, тогда мы тебя отпустим. Поскольку дел было сотни тысяч, я убежден, что и такие случаи мы наверняка найдем. Но найдете, не найдете еще из этого. Остальные, у которых следователь не написал это, да они прямо спрашивали, ты кто верующий, верующий, контра, все. И никто его не заставлял отрекаться, зачем ты нужен-то. Они не работали с людьми, они расстреливали. Баржи грузили и топили. Но все-таки хорошо бы именно их и найти было бы в этом огромном массиве этих делопреследований. Архивариусе посадить так полмиллиона, пускай и ищут. Так ли это? Насколько я понял, и ваше, Игнатий Тихонович, обвинение было за антисоветскую деятельность, а не за прямую проповедь Христа. Это у меня не было антисоветской деятельности. У меня определенно статья 190 прим. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих государственный строй. А антисоветская это уже 70-е, срок в два раза дольше. Это до трех лет, а там до семи. Я пишу оригинал. Вот оригинал беседы откуда показывает. Я отвечу, ответ здесь, в моем мире, не поместился. Поэтому отношу его в скайп на вашу страницу. Юрию пишу, Викторовичу. За что судили меня советские партийные судьи? Это отчасти сказано в приговоре суда, надо мною-то. Дословно его и привожу. От судей приговор Лапкину. 21 страница текста. Но за веру не судили. Давайте посмотрим, за что. Где-то суд-то у меня здесь есть. Вот здесь. Сейчас я нашел суд. Сейчас мы найдем суд. Суда. Приговор Лапкину. Вот он. именем Российской Советской Федеративной Республики. 10 июля 1986 года. Судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда. В составе. И дальше все перечисляется. Считайте. Я сейчас буду тянуть. Кое-где останавливаться. А потом это русский, там я беспартийное образование средне-техническое. Вот дальше идет. Установила. Что она установила? Что я верующий? Так. Основной формой изготовления указанных произведений явилось производство Лапкина магнитных записей. Он начитал на магнитные ленты, приобретенные у неостановленных лиц. Да в магазине брали произведения различных авторов, не подлежащие изданию в нашей стране. Перезаписывал проповеди или беседы с священнослужителей. Записывал лично составленные произведения и беседы с верующими. Но посмотрите, что здесь есть святого Севастьяна. Кого поймали с посланием архиепископа, его казнили. Кто распространял послание Тихона, его и не спрашивали, верующие, неверующие, казнили. Это вот разможал рукописным способом собственного содержания произведения. Распространял среди верующих, проживающих в разных городах. Теперь в изготовленных и распространенных лапки на материалах содержатся измышления. О чем измышления? То есть речь идет о том, что порочащих в строй. А измышления? Ну я верю в это. Нет, ты не веришь в это. Почему? Его в статью надо загнать. Я говорю, я верю, раскулачиваю людей. Нет, ты не верил в это. А если я верил в это и распространял, то статьи такой нету. И он меня в эту статью 193 загоняет и все. Я говорю, я верю в это, верю. Вот я беседую Конева здесь у нас, и Мария Влампевна, вот Валентина Павловна. И вот мать с ними бежала с тремя детьми тайгой, тайгой со зверями, 700 километров. И все это я записал. Собисал, беседа с Марией Влампьей называлась. Это все в обвинении было. Я говорил мне, правда, что, считаем, измышления какие я распространял? О гонениях на верующих и их преследованиях вплоть до убийства. То есть этого не было. А Путин ходил по Бутово и только повторял, говорит, не может быть, чудовище. Да что же это? Дальше. Утверждение об отсутствии свободы совести в СССР. Я утверждаю и знал, что ее нет. Дальше. О разложении общественного строя я знал, в это верил и говорил. Дальше. Измышления, искажающие революционно-демократические завоевания советского народа, его образ жизни. То есть измышления, порочище государственного общественного строя СССР, как в целом, так и его отдельные звенья. Ему нужно вот сюда написать измышление, измышление. То есть этого не было. Порочище. Вот теперь он меня гонит и гонит в этом. Ничего нельзя сделать. В общей сложности. За период этот Лапкин в той или иной форме изготовил и распространил 22 различных произведения, сознавая при этом содержащуюся в них заведомую ложность. Дальше еще не считал, заведомо знал. Произведение указано выше характера. 6 марта 78-го года. Я тут ничего не добавляю. Сейчас я разбавляю пояснениями. А тогда-то я прямо оттуда записал, чтобы мне на руки дали. Лапкина считал на магнитную ленту произведения Рогозина Павла Иосифовича. Существует ли загробная жизнь? Ее даже старобрядцы издали. Так это не вера. За веру во Христа. Тот верующий в него написал. Я верующие распространяю. Это за веру во Христа. Вот считая окаянные дни, и там просит отречься от Бунина, он не отрекается. Как отрекусь, когда он правду говорил? А, все-то да, пропал ты. 6 марта 78-го года Лапкина считал на магнитную ленту произведения Рогозина. Существует ли загробная жизнь? А в 78-м по 79-м растиражировал магнитные записи и в дальнейшем распространял их до 85-го года. В милом 7 лет. 7 лет, тысячи экземпляров. Это что, не за веру? По одной катушке, включая один экземпляр, передал Шевченко, Речкунову, Барышникову, Бакланову, Устинову, Смолкину, Шитникову, Глушенко, Лапкину, ПТ. По две катушки передал Петеримову, Левтини, Гладких, Антонине. В октябре 78-го года Лапкин И.Т. записал на магнитную ленту текст послания патриарха Тихона В.И. Ленину в исполнении неустановленного лица. Затем этот текст переписал рукописным способом. Патриаршее послание. Так это что? Это от веры и есть. Тексты хранил дома с целью последующего распространения. 2 ноября 78-го года Лапкин насчитал на магнитную ленту книгу проповедей Дмитрия Дудкова «Во время не во время». А уже в 79-м году, в 78-м, растиражировал и распространил Петеримовой. Две катушки с двумя экземплярами каждая. В период с 30 октября 78-го по 20 ноября 79-го Лапкин составил подборку различных материалов, подзаглавил ее «Тайна беззакония в действии, масонство». В нее вошли протоколы сионских мудрецов, текст послания патриарха Тихона к В. Ленину, проповеди Дмитрия Дудкова, отрывки из произведения «Солженица», объединенные комментариями Лапкина. Это все от веры. И кому раздал, перечисляя это? В 79-м году Лапкин передал Петериму и два экземпляра машинописного текста. Первая часть и второй книги о нашем уповании Дмитрия Дудко. В этом же году он насчитал на магнитную ленту произведения Дудко «Христос в нашей жизни» или «Воскресное собеседование». Магнитные записи растиражировал и хранил дома с целью распространения. А 30 июля 79-го Лапкин насчитал на ленту «Совокупность совершенства» Рогозина Павла Иосифовича. И распространил, и кому дал. Дальше возвращение к разговору. Воспоминания Марии Лампевны. И распространял по одному экземпляру Шитиковой и Шевченко. Лапкин насчитал на магнитную ленту произведения Рогозина. «А кто же этот?» И в период такой-то распространил. А в период января-апреля 80-го года Лапкин написал стихотворение «Клуб». Второе. «Набатный колокол пророщит о России». И «Христос воскрес». Размножил их тексты рукописным способом. И передал Долгову, Шевченко, выстрел почтой Болчанову в город Мелитополь. Кроме этого стихотворения «Клуб», «Христос воскрес» переслал в 80-х году «Ульянкову». «Пензу Канабевсовой». «Иремееву в Венспилс». «Вознюк в Одессу». «Ой-ой-ой-ой!» «Христос воскрес» всем сказал. Поздравительное. «И вот кому я передал в это время?» «Долгову», «Яковлю». «И насчитал со 2 декабря 79-го по январь 80-е». «Это получается, что у нас со 2 декабря декабрь и в январь». «То есть это немного ушло время, меньше месяца». «Архипелаг Гулаг Солженицына Александра Исаевича, включив в запись собственное произведение, после словия. И кому распространил, все узнали, записали, и Лапкин виноват. Начав в 78-м по 84-й год, то есть 6 лет, периодически производил перезапись магнитных лент произведения Ярла Пенсти, руководителя зарубежного центра радиовещания на СССР. Там вообще ничего нет, кроме о том, попокаятись и веру Евангелия. Магнитные записи в этот период Лапкин растиражировал и распространил Долгову. А осенью в 81-м Лапкин насчитал на магнитную ленту произведения Льва Регельсона «Трагедия русской церкви». Вот с 17-го по 45-й год. И растиражировал, дал фасту, ну и дальше перечисляется. А 11 марта в 83-м году Лапкин насчитал на магнитную ленту произведения неизвестного автора «20-й век христианства». То есть кого казнили, кого убили, коммунисты, все перечисляется. И раздал фасту, Глушенко, Петеримову, Устинову Владимиру. А 22 марта 83-го Лапкин насчитал на магнитную ленту тенденциозно подобранные материалы из различных литературных источников под общим названием «От тьмы к свету». Это все литературное произведение дореволюционного издания. Но он же не стал вычеркивать. Когда, «Так это дореволюционное». Я говорю, «Да, Владимир Кузьмич». Курьят у меня был, следователь. «Это дореволюционное». Он так посидел, «Ну как же подвести-то под эту?» А тогда там вот было одно такое у меня, там я взял, там Льва Толстова взята, из Лескова, вот, Тургенева. Ну, такие хорошие были. И распространял, он говорит, «А один-то у тебя советский взял». «Так это из Комсовольской правды». «Ну, советский, советский». Ну, тогда все туда и загнал. Лапкин насчитал в 1984 году домагнитную ленту произведения неизвестного автора «Отец Арсений», являющийся частью подборки «От тьмы к свету». Растиражировал его и распространил Матузовой, и дальше перечисляется, и хранил у себя дома с целью распространения. А в октябре 1984 Лапкина считала на магнитную ленту книгу Дудко «Такова, к счастью, жизнь, антиномия и парадоксы», который в этом же году дал тому-то. А в 1984 знакомая Лапкина Барышникова, напишущая машинке «Унис», размножила текст книги Дудко «Воскресное собеседование или «Христос в нашей жизни» в пяти экземплярах. Машинку значит «Отнятие». Машинка оскверненная. Лапкин две книги переплел и в 1985 году передал Барышник, одновременно передал ей тексты из второй книги «Беседу Дудко о нашем уповании». Книгу Рогозина «Существует ли за огромная жизнь?» Книгу об архиепископе Луке, а он же профессор «Бой на Яценецке». Это все туда. Ну и дальше перечисляет этот же, кто же, как же в отношении Яковлева материалы его участия в преступлении вместе насчитывали, выделены в отдельное производство. Лапкин виновным себя не признал. Посмотри, как написано. Крупно, красиво. Ну и дальше Лапкин. Лапкин утверждает, что все эти произведения не содержат измышлений порочи советский государственный и общественный строй. Он собирал и записывал с реальных исторических фактов с целью довести их до нынешнего поколения и потомков. Среди не считал ложными. Цели опорочить существующий строй не имел. Несмотря на отрицание вины Лапкина, его виновность преступления достаточно полно и объективно подтверждается собранным по делу доказательствами. И вот дальше опять все это разбирается, разбирается. И дальше. Изготовление у него. Что? Изъятие у него магнитофонов марки Маяк 205 14 штук. Романтик 304 1 штука. Микрофонов в количестве 43 штук. И других принадлежностей к звукозаписывающим устройствам. И дальше Лапкин. Тот факт, что приготовленное и распространенное и распространенное Лапкино-магнитное запись и тексты содержат заведомо для него, заведомо для меня, ложные измышления, порощащие советский государственный строй. И вот дальше тут начинает Антонова, Надежда Ивановна, кандидаты науку. У меня 12 кандидатов наук на меня трудились. Дальше. Они выделили следующее. Материалы имеют антиобщественное содержание. То есть к вере в Бога призываю. Выходят за рамки чисто религиозных произведений. Чисто религиозных. А что книга вся про Бога, это не считается. Я ее распространил, уже нельзя. Говорить тоже нельзя. Я погубил активного строителя коммунизма. Так говорили. Касается социальных отношений, вопросов права, внутренней политики КПСС и советского государства, народного образования, культурного строительства. Эти произведения, как правило, засылаются в СССР различными зарубежными антисоветскими пропагандистскими центрами типа «Славянская миссия» и другие либо издаются в нашей стране нелегальным способом. Под религиозной оболочкой этих произведений, за исключением архипелага ГУЛАГа и послесловия к нему, не являющихся религиозными, содержатся суждения, отрицательно характеризующие советский государственный общественный строй, положение церкви в СССР. Искусственный, целенаправленный подбор материалов, тенденциозность их освещения приводит к тому, что каждое произведение в целом фальсифицирует, искажает советскую действительность, влечет за собой восприятие ее аудитории, на которую она направлена. В текстах произведений идеализируются дореволюционные общественные порядки, в противовес общественным порядкам, существующим в нашей стране. Слава Иисусу Христу! Дальше. Выделено следующее. Утверждение гонения граждан СССР за их веру и убеждение даже на убийство. Отсутствие в СССР свободы совести. Измышление порощи советскую атеистическую науку и культуру. Измышление об истоках революционно-демократического движения социализма, об основателе советского государства Владимира Ильича Ленина, руководителя их партии и правительства. Отождествление советского государства и его органов власти и управления с образами сатаны и антихриста, от которых якобы исходит все зло и с которыми следует вести непримиримую борьбу. Измышление порощи Конституцию СССР, деятельность правоохранительных органов, измышление о разложении советского общественного строя и другие измышления. Правильность экспертного заключения, согласующегося с другими собранными по делу доказательствами и компетентность специалистов сомнений у судебной коллегии не вызывает. Все участвующие в производстве экспертизы специалисты имеют высшее образование, ученые степени и длительный стаж работы по специальности, что позволяло им дать квалифицированное заключение по исследованию вопросов. Я потом нашел тут Надежду Ивановну, пришел в институт аграрный и ей говорю, ну как же не было-то, вы говорили, раскулачивать, у меня, говорит, так было. Так, а вы же сказали, не было, за это деньги получили, исследовали. Ну, было, у меня деда раскулачили. Все, голову опустило. А деньги-то уже не вернешь государству. И вот интересно, я тогда потребовал, чтобы про, конкретно, это же не книга, которую можно листать, а пленки. Пленки ты дернул, сантиметр один не прослушал, а там самое главное. И вот им пленки отдали, они должны их теперь слушать. Общая проложительность пленок, допустим, 360 часов, а им дали один день. Но 360 в один день на любой скорости прокручивать не получится. И они там что-то нашли? Нет, конечно, заплатили деньги. Ну и дальше. Вот суд по сути. Сам по судимой Лапкин признает, вот, что надо дальше. Наличие в упомянутых произведениях заведомо для Лапкина ложных измышлений. Даже не по тексту говорит, заведомо для Лапкина. Я говорю, да я перед вами, вот он, я в это верю. Нет, не верить нельзя в советский строй, самый хороший. И что интересно, мою мать допрашивает Мария Егоровна. А у нее, она считать не умела. Она научилась уже позже считать. И говорит ей, да как вы вот так. Она говорит, нет, Игнатий не должен был этого говорить, потому что наш строй самый хороший в мире. Социалистический строй. Это моя мама говорит, она этих слов не знает даже. Они с отцом вместе, вдвоем полкласса не кончили. Вот теперь, я какие отношения были воскресные, как я достал материал, его так учили. Сколько людей было. Газетная публикация тут, ну, о том, что Лапкин понимал заведомую ложность распространства. Статья они там, а статьи не было, что за то, что верил. Следователь говорит, что вот моя бабка верит, ну, и что? И Крахмальникова Зоя Александровна тоже говорит, у меня бабушка, она верила, ходила в церковь, в чем не хватает? Церковь наша открыта, наша церковь открыта, наши священники. Ходила она, то есть, ходить это не запрещалось. Свидетель, свидетель у меня, Лапкина Надежда Васильевна, жена подсудимого, пояснила, что Лапкин начал тиражировать и распространять магнитные записи религиозных произведений примерно 79-го года. Наряду с ними он записывал текст антиобщественного содержания, таких как Архипеллав ГУЛАГ, Тайна Беззакония в действии, масонство, за что привлекался к уголовной ответственности. После прекращения дела Лапкин своей деятельности не прекратил. Продолжал начитывать текст антиобщественного характера, такие как 20-й век христианства, трагедия русской церкви. А она, жена Лапкина, Игнатия, предупреждала о противозаконности его действий, о возможности наступления неблагоприятных последствий. Но он не реагировал, не реагировал на это. Вот, понимаете? Лапкина, подойди сюда, я покажу тебя. Ты, подожди. Я такого не говорила. Отойди, маленько, отойди. Ты не помещаешься, толстая. Слушай, ты зачем против меня свидетельствовала? Я не говорила, таких слов даже не было. Да тут написано уже все. Это уже в деле, по которому сидели. Ой-ё-ё. Ну, что они ложь написали, они про себя ничего не скажут. Я таких слов и не говорила никогда. Никогда? Конечно, нет. Они даже... Ты предупреждала меня, что наступит тебе? Да я прям даже таких слов-то и не знала. Ну, всё тогда, не мешайся дальше. Как они приписывают ловки? Лапкину, на явно выраженном его стихах антисоветизма, указывал свидетель Скачков, священник, священнослужитель, который пояснил, что деятельность Лапкина по распространению идущих с запада произведений не имеет ничего общего с делами истинно-религиозно-церковными. Тот факт, что Лапкин не мог не сознавать заведомой ложности, распространяемых им измышлений. Лапкин является человеком грамотным, имеющим среднее специальное образование, владеющий несколькими иностранными языками, обладающий широким кругозором эрудиции, большим жизненным опытом. При таких обстоятельствах утверждение Лапкина ИТ, что он не считал распространяемые им произведения, содержащиеся заведомо ложные измышления, порощами советской государственной строй, судебная коллегия находит надуманными, расценивает их как стремление уклониться от ответственности за содеянную. Но исследовав доказательства их совокупности, судебная коллегия находит вину Лапкина ИТ доказанной, квалификацию с содеянными по статье 191 Мукарасов правильной. Он на протяжении длительного времени систематически изготовлял, распространял в устной, письменной, печатной форме, и главное, в устной, в магнитных записях произведения, содержащие заведомо ложные измышления порощи советской государственной. И вместе с тем, ну, доказательства такие были люди, не было доказано, а тут надо что-то сделать. Обязательно такой порядок, какой еще этих обстоятельств. решает, учитывая характера и степень общественной опасности содеянного, а там перечислили, больше ничего не было, длительности и интенсивности преступных действий Лапкину следует назначить наказание, связанное только с изоляцией от общества. Исправление и первоспитание его иным наказанием невозможно. Ну, невозможно. Потом я найду, который меня судил судья, Макаров Владимир Александрович. Вот. Он работает там теперь тоже в суде. Встретились, у меня книги брал. И все, которые были, я их всех потом нашел. Потом я был реабилитирован. Совершенно не повинен. И вот я нахожусь за то, что у меня изъяли по подсчету государственным расценкам. Это стоило 11 миллиардов рублей недоминированных. И мне государство здесь рассчиталось вот за это, что садили. Как батюшка говорит, хорошо, что посадили брата моего. Иначе сейчас молиться негде было бы. Два здания общей площадью это 226 квадратных метров, 13 соток в центре города. Это вообще чудесно. Не подлежит руководству. Статьей такой-то, такой-то. Лапкина приговорили, Лапкина послали, Лапкина услали. Магнитофоны все пишущие машинку конфисковать доход государства. Вот так. Являющийся вещественным доказательством возвратить Лапкина и Униус Украины какой-то номер. Я доказываю, что печаталось когда что-то или записано было архипелаг ГУЛАГ. В то время этих магнитофонов не было, не было. И показываю там какого вы сами говорите когда было тогда. А магнитофоны были куплены через пять лет. Как они могли быть участвовали в этом-то? Они не были в этом участвовали. А уже нет, уже разобрали их магнитофоны. Уже все. Ну, допустим, говорят, вот ты убил его этим ножом. А когда убил? Он пока под следствием там сидел, то другое, а убил его три года назад. А на ноже товро стоит, он в этом году изготовлен. Ну, как я мог его убить, когда его не было, этого ножа не было. Ну, мы уже так записали. В лагерь ко мне приезжали и говорят, свету нету в лагере. А я показываю огромную ртутную лампу на столбе светит за километры. Ну, мы так написали, опровергайтесь через суд. Это уже перестройки. И дальше остальные вещественные доказательства катушки с гетами лентами, книги, рукописные машинные тексты поименованные постановления при общении к делу. Согласно этому перечню, том 2 моего дела, лист дела 383-94 уничтожить, как не представляющий никакой ценности. Вот представьте себе, что я переплетчик-реставратор, все письма, все переплетал. И у меня, допустим, 85 томов по 650 страниц книгами переплетенные стоят. И там письма моих дядьев, дядьев Макара Филарета Мунила, родные братья моей мамы Марии Егоровны. Они на фронте, как свидетельствую были артиллеристы, все погибли. Все сожгли. Вандалы. Ни одного письма от моих дядей, которые умерли, защищая родину свою, не оставили. А это не нужно. Никакой ценности в этом нет. Нету. И поэтому эта проклятая партия, банда людоедов, сгинула навсегда. Империя лжи. Приговор, может быть, обжалован. Вот, пожалуйста. Такие это Аракелова Королева. Ну и вот я отвечаю на тот вопрос, который был впереди. Теперь дальше я пишу. Обращение ко всем в Потеряевке. Вчера я распространил его. На вашем рождественском концерте 7-1-2019 поют семь человек женского пола. У одной по локоть голые руки, у другой платье или юбка до колен поднята. У всех покров головной с открытием волос. Иди слушай внимательно сюда. Это старообрядческая лживая трактовка, что покрывать голову нужно именно так, потому что это девицы. А вот когда она будет замужем, тогда и будет у ней покрыта ее голова до волосинки. Это они разыгрывают даже при венчании в их святом храме. Момент венчания. Чуть открыта голова. Счастье открытой головы. Счастье. Момент венчания чуть позже, ну, несколько минут. Она же, но у нее уже голова закрыта полностью. Физиологически она не могла тут в храме в течение нескольких минут издевиться стать женщиной, потерять девство. И волосы на голове у нее уже полностью закрыты. Значит, дело не в физиологическом эксперименте, а в религиозном выкрутасе, старообрядческой эквилибристики, многовековом презрении к Святой Библии. Итак, первое послание святого апостола Павла к Коринфянам, глава 11, с 1 стиха. «Будьте подражателем мне, как я, Христу, ни саробрядцам, ни баптистам. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Давайте что-нибудь нарушим. Всякому мужу глава Христос. Значит, пока, а если он не женится, так ему Христос не будет? Ну, явно дело, что надумано. Речь о этом мужском поле. Жене глава муж. Жене, как женщине, глава муж. Она уже как маленькая не должна командовать. В Японии это делают так. А Христу глава Бог. Независимо от того, женат ты, не женат, а Христос остается вечным. А это одно предложение. В самом начале этой сакральной вести говорит о жене и муже. Я поясняю. Нет даже малейшего намека на разделение женского пола на девицу и женщину, и мужского пола на юношу и мужчину. Всякому без разделения навоза. Всякому. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. Всякий. Не просто мужчина, муж, а всякий. Молодой, старый. Даша. Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. А у старобрядцев, у всех, щуп обязательно, чтоб торчал. Это умышленно делает. Почему? Невежда в законе. Бездуховная. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. То есть старобрядческие девицы, все они обритые, фактически, в очах Божьих. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. Образ и слава Божия что, только женатый? Ну, давайте, первый. А тут точка с запятой. Муж не должен покрывать голову. Не должен. Значит, не должен какой? Ну, когда муж это женатый, а до него может в шапке молиться. Абсурд. А жена и слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Посмотри, как у нас одеты. На руках, девочка. На руках уже в два платка. Святой Иоанн Затауст разъясняет, что позор непокрытой, полуоткрытой головы восходит очень далеко и очень высоко. До ангелов, до небес. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Рассудите сами. Прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не стыдно? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны вместо покрывало. Поясняю. Стихи 13-15 не говорят, что не женатый муж может растить волосы. Тут же написано просто муж. Но если он смещенник или монах, то можно не стричь волосы на голове. Но это выдумка все. А отношение к волосам регламентируется его зачатием и рождением мужеским полом. И ничем более. Зависит не от религии, не от веры, а от его пола. И только от пола мужеского. Рассудите сами, что если покрывать голову, скрыть волосы, это требование не только апостола Павла, но самого Бога, то что значит это человеческие вымыслы, от кого бы они не исходили. И такие полуприкрытые головы у старообрядческих жен, если сигнал мужам, вот он, заходит, сразу видно, у ней щуп, я не замужем, я свободна, не проходите вы меня, возьми меня. полуправда идет в обнимку с ложью. Если жена не замужем, то до какого возраста она будет так сигналить, возьми меня, не проходите мимо. Она не вышла замуж до 30, 60, 90 лет, сохранила девство, старая дева, никто не обратил на ее сигнальную лампочку внимания. И она так и будет полузакрытой головой без чести церковь Божию. или какое-то правило есть. Теперь обратим внимание на стих 7. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена и слава мужа. Если станем понимать, что под словом жена только замужняя, старобрядцы так и понимают, тогда ясно, что под словом муж мы просто вынуждены понимать, что речь идет о женатом, это одно предложение. Вывод, что если муж не женат до 30-60-90 лет, то он может стоять в храме и молиться с покрытой головой. Даже неверующим словам апостола Павла старобрядцам такое покажется кощунством, чтобы в шапках молились в их святых храмах девственные мужи. Ну, 16-17 из них итог подводит. Если бы кто-то хотел спорить, то мы не имеем такого обыча ни церкви Божьей. То есть спорят которые это не церкви Божьей. Но предлагаю себе не хвалю вас, что вы собираетесь в храм вот эти старобрядческие чубы. Не на лучшие, а на худшие. Доказательств никаких апостолов Павел не изобретает, а просто разъясняет, что причина в создании Богом человека, их отношения к стаданному Богом. 1 Тимофея 2,13 Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прещен, но жена престиж и спала в преступление. Для сравнения, полностью закрыты волосы у женского пола и у самых малых детей в крестоводвиженской общине города Барнаула. Сравните, вот, считаем, дети подготовка к рождественскому концерту. Сразу ткнул только и на него выйдешь. И сразу мне ответил Никита Колесников сегодня ночью, «Слава Христу, что есть такой авторитетный человек, который не будет молчать в виде неправды». Я пишу Михаилу Домнищу, к старобрядцам пошел другим только, древнеправославным. Все одинаково, книги одинаковые, но соединиться никак. Узнайте, пожалуйста, может ли этот человек выйти на меня по скайпу и побеседовать под запись для интернета по вопросам, какие тут указаны были под роликом. Спасение, жизнь в церкви, христианство, делание, борьба со страстями, душевный мир, путь к Богу. Я спрошу его об одном благовестии. Занимается? Нет? Борис Семенович, выставляю для всех братьев и сестер, которые по каким-либо причинам не присутствовали на занятиях. Эти занятия считают лучшими на бескрайних просторах интернета. Я пишу, спаси Христос, дорогой наш брат Борис Семенович. Борис отвечает, многоуважаемый мною Игнатий Тихонович, сердечно благодарю вас за теплые слова. Роман уже не раз замечал, что исчезают мои лайки к видео на канале Игнатия Тихоновича. Я ему сразу ответил ночью. Роман не муч себя подозрительностью. Я знаю твою любовь к нам, и ты это знаешь, что и ты на мне безразличен. Вот тебе на что нужно опереться-то. Это как бы от меня слова к тебе. Первая Сарс 1.8. И сказал я Елкана, муж ее, Анна, что ты плащешь и почему не ешь? И от чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей? Лидия, Игнатий Тихонович, два вопроса. Ответил ли Стив на последнее письмо, где вы объясняете конфликт между родными? Потому что я ему еще не звонила. И послали ли вы ему тексты о супружестве, чтобы мне не дублировать? Я отвечаю, на мои пояснения относительно конфликта Стив не ответил. Он еще в первом письме своем ко мне задавал вопрос о супружестве, о повторных браках. Я ему отвечал, но ответа иного не было, как будто, что он доволен был моим ответом ему. Если нужен материал о себе вообще, то я даю его вам сейчас здесь. И вы можете перевести и послать ему. Он взят из моей книги к истинному православию. Сергей Пупков, если вас перед занятиями удалили, ко всем обращаются, из чата, не тревожьтесь. Это необходимо для работы в скайпе, ибо я не могу одновременно вызвать группу, состоящую более чем 25 человек, 24 человека. Сейчас у нас 36 участников в группе. 13 января в 13.50 по московскому времени я удалю 12 участников, чтобы осталась группа 24 человека. Позвонив группе из 24 человек, я по ходу занятий могу подключить сверх того. Но вы заранее мне должны сообщить о в личном сообщении о том, что готовы к занятиям. Если вы мне не сообщите, я могу вас удалить и не подключить вновь. В 13.55 по москве пишите, что готовы на случай, если выпадет жребий, удалить вас. Валентина с Артисон. Благодарю. Сергей, теперь все ясно. Андрей Арванов. Простите, братья, скоро выйду. Непредвиденно вызывает на работу. Спасибо за приглашение и общение. То есть, часть переписки я тут взял. Ну, я не знаю, довольна или недовольна, уже время там много есть. Что такое есть? Вот это да. Это мне надо будет убрать. Видите, как все надо все время работать, лишнее убирать. Тут интересно. Такую картинку поставили, вот какая. Смотрите, сейчас покажу. Сидят на корточках, ну, года по три может быть. Русский какой-то, белый и черный. и оба одинаково на корточках. Это черный, как щегунок, а тот беленький. Этот спрашивает, тебя что, в духовке забыли? Это черного-то. А черный спрашивает, а тебя что, слишком рано достали из духовки? Они не поймут, почему я черный, как в саже, а другой нет. Смотрите, как они внимательно друг на друга смотрят. Ну, старобрядцам никогда такое фото не составить. Никогда. Во веки веком бы. Вот так. Ну, не буду сегодня, что тут в стихотворении. Кто-то стущит, показывать. И, ну, можно на всякий случай показать наши ресурсы, мой мир. Вот. Кроме того, православный форум, богатый, 1600 тем. И вот наш видеоканал. Я уже сейчас вот тогда ловлю покажу. Ловлю покажу. О, сколько. Смотри, вот, Володя, ты старался, насчитывал 22 минуты. И за это время, за 4 часа, 77 посмотрели. А у меня 9 минут всего. Вчера записали. Я котенку давал рыбу и говорю, почему у нас сжалось к животным, а не к рыбам. Уже посмотрели 807 человек за 4 часа. Так понятно. А почему? И ответов никаких нет. Я даю объяснение. Ну, а еще, ну, Володя меньше 100, а меньше его кто? А Симеон набрал, полоцкий епископ. Всего только 12. Златоуст маленько побольше, 16. А Володя старался все. А тут я взял из старого из погреба привезли картошку проросшую-то 327. 327, Володя. Так что слава Богу. Ну, и вот наш библейский православный сайт. На этом все.